долго думал как же начать следующий сезон художника в деревне сезон этот необычный поэтому хотелось как-то начать его тоже необычно но я подумал что это может дотянуться очень надолго подготовка к сезону поэтому начну как и обычно с того что есть и того как получается итак друзья новый сезон мы начинаем в джунглях с большими пальмами во дворе вот обо всем я расскажу далее но это будет немножко шокирующий сейчас друзья немножко закончу эту работку и пойдем я вам начну показывать можно сказать другой мир другие взгляды нравы а лучше или хуже это вы уже сами будете делать выводы пока друзья решу работу хочу с вами поделиться впечатлениями до этого я не был в юго-восточной азии и прилетев сюда в первую ночь я смотрел билеты чтобы как можно скорее улететь отсюда почему потому что была влажность такая что я просто был в шоке такой влажности с непривычки из зимы жаркое лето плюс 30 и как-то но так в общем было весьма весьма некомфортно но или ночевав ночку стало полегче а потом как пошел на океан стало еще лучше а как занялся йогой и медитацией стало вообще неплохо но вот эта влажность она очень-очень она как-то так влияет друзья что я тут третий день адаптация моя еще здешнему климату продолжается здесь страшно заходить в траву потому что все шевелится вечером как наступает темнота здесь столько звуков всяких спать вообще невозможно я каждую ночь одеваю беруши потому что ну просто не заснешь здешних звуков вы даже сейчас слышите на заднем фоне какая-то ворона смотрит как мы рисуем на пальме сидит интересно звучит ворона на пальме это непривычно и вот она передает вам привет скоро я допишу работку и мы с вами прогуляемся я поделюсь с вами впечатлениями кто не был тут можно сказать сильно удивиться что есть совсем другой практический мир но где-то вот так вот работку можно уже завершать потихонечку основное настроение передано мне еще кстати здесь предстоит делать студию на этом балконе этот тент солнышко потому что жара такая там я сплю там я кушаю но это будет отдельный номер здесь кстати обалденные кружки вот такие очень недорогие я одну взял сразу чтобы кисточки мыть а потом думаю какая классная кружка и купил вторую чтобы из нее пить завезу домой на лесной домик у реки мне нравится красота такая вот картиночку примерно накидали хотя надо еще притянить вот здесь да еще чуть-чуть марафетика надо навести но тем не менее уже что-то вырисовывается я кстати уже второй день раздумьях таких мне надо делать полноценную студию здесь из строительных магазинов ну просто ничего нету и из чего делать мольберт на котором рисовать большого формата работы сложно сказать видите все таких условиях на коленочке пишется из того что нашел что-то соорудился небольшую нашел фотку которая мне понравилась и с нее задел картину на самом деле первый выпуск я хотел начать совсем по-другому более банально но и то начала я вам тоже сейчас покажу не знаю какое лучше но вот это она были естественное что ли всем привет дорогие друзья новый выпуск художник деревни начинаем с новой локации нового места и возможно это уже будет отдельный сериал из этого замечательного места из зимы в лето переместились я думаю что здесь будет в этой локации заснято не один выпуск поскольку это место с одной стороны она шокирует с другой стороны она удивляет но равнодушным она точно никого не оставляет поэтому есть мне что вам показать чем удивить и так выпуск начинаем рядом со мной на пляже вот это вот ассистент лежит загорает очень жарко где-то под 30 градусов бедные песики прибиты к земле пришел на море покупаться отдохнуть пиоска так же как и мы с вами ой какая ракушка какая красота прям как сверло посмотрите какая красивая необычная сапля или как ее называть очень интересное создание ох закончил работку и сейчас надо ее переснять снять фотоаппаратом как это все делать даже не знаю поскольку так комнату я вам потом покажу поскольку очень все это на коленке делая весьма сложно но надо будет как-то приспособиться поскольку зарабатывание денег еще никто не отменял красота 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 бабочки летают ой 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 а нам трудиться надо ладно как то надо тут все подготовить кое-как приспособил фотоаппарат для пересъемочки о нормально кстати я знаете что друзья подумал я буду каждый выпуск новый начать с необычных фруктов и овощей которые здесь можно найти местных здесь очень много интересных и каждый новый выпуск я буду пробовать новый фрукт вы понимаете что фрукт который продают тот же ананас у нас дома и который вот здесь вот растет рядышком то то разные фрукты смотрю на него уже если найдет ух не терпится мне друзья начать вы извините что я без рубашки майки такая жара такая влажность очень 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 жарко а тем более пока еще не прошла акклиматизация тогда вообще не сдержался я и в общем решил испробовать насколько он будет отличаться от того что продают на родине сейчас отрежем я продавцу говорю выбери мне самый вкусный самый спелый посмотрим насколько он доброжелательный какой аромат ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй какой он ароматный какой сочный какой спелый ё-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй сколько сока с него течет вы посмотрите вы посмотрите сколько сока капает как дождь все равно льется мммм вот даже внутренность она и то со спела ммм я когда на родине покупал такую штуку по вкусу она была кислая и чуть-чуть сладковатая и чуть-чуть ароматная а здесь настолько ароматная чуть-чуть чуть-чуть где-то кисловатая но в основном вкусный аромат издает лишнее убираем ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй мммм ммм 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 мммм 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 ммм я пробовал помидоры покупал которые местные здесь вы знаете с нашими и близко они стояли вообще такие безвкусные по сравнению с нашими вкусными у нас просто почва золото а не почва на родине поэтому и помидоры такие вкусные ммммм мммм 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 пришлось время сделать обзор того жилища где я собственно говоря обитаю сейчас покажу комнату потом покажу что в ней надо переделывать а переделывать вот так надо потом покажу остальные места начну пожалуй со шкафа шкаф металлический покрашен под дерево чувствуете да здесь какой-то сейф даже есть везде газетки застелены все аккуратненько и тут можно что-то охранить тоже на ключик закрывается все красиво здесь есть зеркало даже с какой-то бумажкой привет окно все окна в этой местности они с решеткой чтобы не убежали благополучно вот такие затененные стекла днем я их открываю вечером закрываю поскольку здесь маленькие 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 комарики которых не видно но кусают настолько больно здесь очень жарко и если бы не было вот этой штуки которую я сейчас включу и текуча розеток всяких там выключателей оп включаем и включаем вот эту штуку и он начинает крутить вот спать без вот этой штуки вообще невозможно здесь есть конечно кондиционер я не знаю какого года выпуска 1800 может или 1905 года но к нему есть вот такой вот пультик видите на шнурке здесь что-то такое ну не знаю какого это года все дело но эту систему я даже не пытаюсь включить потому что я понимаю я понимаю что там фильтр за эти столетия настолько загажен что тут в общем надо здоровье поберечь дальше что надо убрать убрать надо этот зомбо ящик куда-то я придумал его поставлю вот туда вот здесь есть такая ниша над дверью пыльная вот туда и пойдет этот зомбо ящик а на его месте я хочу сделать эти всякие бутылочки у меня кстати покажу я привез с собой чай сейчас покажу даже иван чай вот завариваю у меня ночь настаивается утром пью есть еще активатор воды шикарную штуку заказал тоже кому интересно потом более подробно расскажу если в комментариях напишите водичка и так вот мне надо студия где я могу стоя писать картины вот я там сидел за столом и за столом мне вообще неудобно сидя рисовать картины хочется стоя я посмотрел как можно это все сделать телевизор убирается и вот на эту стойку опирается фанера вчера я искал целый день фанеру и в здешней деревне которая находится посреди джунглей нашел магазин где есть фанера но она стоит как ну наверное как не знаю очень дорого стоит не буду говорить глупости так вот я думаю где мне найти фанеру и тут я смотрю что мне очень неудобно спать на моей кровати матрас вот здесь вот там нормальный там нормальный а вот здесь все продавленное я думаю ну ладно я буду убирать этот матрас буду спать без матраса начинаю это все дело поднимать а там фанера вот это вот фанера я возьму эти страшные матрасы перекину на вторую кровать все равно здесь никто не спит и возьму вот эту фанеру поставлю сюда и будет у меня полноценная студия или даже вот эту штуку с фанерой вынесу на балкон где просто шикарно можно писать картины перед тем как я начну делать модернизацию дома вот здесь через вот эти вот решетки я хочу вам показать вот большие большие фрукты пальцем показывают это дерево вот там вот они растут отсюда плохо видно но не приближает не приближает и вот там тоже сидят плоды красивые вот на этих молодых деревьях а дальше там пальмы всякие огромные огромные пальмы о друзья но прежде чем вот эту кровать делать надо то освободить что туда все это переложить ох делов делов какая классная яркая штучка здесь статья одежда продается настолько яркая красивая но я себе еще ничего не присмотрел пока не забыл покажу привез классную штуку с родины пол чемодана заняло но она того стоит вот это видите какие колючки вот здесь и магнитики вот когда утром и вечером когда ложишься в кровать вот сюда и вот так ложишься на подушку и все расслабляешься в общем акупунктура полным ходом советую кому интересно будет дам ссылочку очень недорога очень недорого матрасы вообще неподъемные такие тяжелые еле-еле стянул их вот этот матрас мне больше нравится я его переложу на свою кровать но перед этим подниму вот эту вот достану если получится вот эту штуковину а вместо нее положу вот отсюда вот отсюда штуковину а а а вот а вот а а а а а а и и а а а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доска для рисования Только вот как вот сюда все это положить матрасы Чтоб они не проваливались Это уже вопрос Вот видите сколько пыли Это я чуть-чуть прикоснулся Вот поставил кровать Чтоб на нее ступить И посмотреть что здесь Чтоб телевизор затянуть Отодвигал зеркало И весь в пыли Думаю как теперь телевизор этот Затянуть наверх Он тяжелый Туда долезть Проблематично И что делать с этой кроватью Дилемма Дилемма Субтитры сделал DimaTorzok Надеюсь хозяева дома После того как увидят Что я натворил Не выгонят меня Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok